Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». 101FM. Веста давно испытывает проблемы с производством комплектующих к стиральным машинам. Молоджа в ближайшие два года не получит государственный оборонный заказ. И, как заявил недавно первый вице-премьер Сергей Иванов, вынужден будет перейти на выпуск гражданской продукции. Так что предприятия действительно могут быть полезны друг другу. Программа «Экономика». Арбитраж признал банкротом шинный комплекс «Амтео» по Волжье. Суд прекратил внешнее управление в компании и назначил ее конкурсным управляющим Алексея Родина. Холдинг должен кредиторам более 3,5 миллиардов рублей. Дебиторская задолженность при этом превысила 3 миллиарда. Однако Родин сомневается, что дебиторку удастся взыскать. Впрочем, даже если получится это сделать, после расчета с кредиторами у предприятия останется еще около 300 миллионов убытков, покрыть которые нечем. То есть платежеспособность компании восстановить не представляется возможным. Напомню, с заявлением о банкротстве в арбитражный суд Кировской области Шинник обратился в июне 2009 года. Тогда же блокирующий пакет акций предприятие приобрела компания «Альфа Групп». В 2010 году владельцем завода стал холдинг «Сибур русские шины», а в ноябре 2011 года – холдинг «Пирели». Новый владелец планирует, что уже в 2014 году завод начнет приносить прибыль. В Кировской области 12,5 тысяч безработных, сообщает Кировстат. В декабре их стало более чем на 6 тысяч человек меньше, чем в начале года, но все же на 100 больше, чем в октябре. Всего в органы службы занятости обратилось почти 14,5 тысяч жителей области. В торговом центре «Мега» в Москве появилось липовое вятское подворье. Сообщение об открытии торговых рядов разместил сайт «Меги». Однако пришедшие в магазин покупатели не увидели на прилавках ни одного продукта из Кировской области. Почему рядам дали именно такое название, в магазине объяснить не смогли. В настоящем вятском подворье на Новокуркинском шоссе пояснили. Магазин в «Меге» не имеет как о ярмарке никакого отношения. С торговой маркой клоном еще предстоит разобраться. Курс валют по данным Центрального банка на 13 декабря. Доллар упал на 16 копеек и остановился на отметке 31 рубль 41 копейка. Курс евро снизился на 11 копеек до 41 рубля 90 копеек. Мария Петухова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.